Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области объявили желтый уровень опасности. По данным синоптиков, утром и днем 19 января местами в регионе ожидается сильный ветер. К выходным обещают метели и снегопады. На федеральных трассах введен запрет движения. Ситуация на дорогах, связанная со сложными погодными условиями, остается в фокусе внимания главы региона и правительства области. По поручению Дмитрия Азарова, ведомствам ранее было дано поручение увеличить количество единиц техники для очистки автотрасс. На уборку городских территорий, улиц, общественных пространств, дворов и других внутриквартальных зон сегодня вышли 325 единиц техники и более 3311 дворников и дорожных рабочих, которые занимаются расчисткой вручную. Удалось привести в порядок дороги второй и третьей категории, чтобы обеспечить в том числе возможность беспрепятственного движения общественного транспорта. Также выполнялись работы на тротуарах, пешеходных переходах, остановочных площадках, внутриквартальных проездах, подходах и подъездах к социальным учреждениям. Проводилась расчистка дорог и ночью. Было задействовано 278 единиц техники и 85 уборщиков. Продолжается и обработка территории противогололедными материалами. За минувшие сутки было израсходовано почти 300 тонн. Также специалисты вывозят снег на места специального складирования. С начала зимы туда доставлено почти 130 тысяч тонн. Стоит отметить, что в минувшие сутки темпы этой работы значительно нарастили. На специализированные муниципальные и частные площадки транспортировали свыше 6 тысяч тонн снега. Для этого увеличено количество техники. Погрузчиков до 70 машин, самосвалов использовали 118 единиц. Это и собственные привлеченные ресурсы. Уборка проводится по всему городу равномерно, включая отдаленные районы. Например, уже с утра муниципальные службы трудились на бульваре «Засамарская слобода» в Кубишевском районе и в других локациях. Планомерно профильные службы нацелены как можно быстрее и качественнее устранить последствия прошедших интенсивных осадков низовой метели. И таким образом подготовиться к новой порции снега. Возобновление осадков синоптики прогнозируют уже в ближайшие выходные. Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне. Этот праздник связан с популярной традицией – окунаться в холодную воду. В Самарской области для крещенских купаний подготовили 70 купелей, 25 на водоемах и 45 при храмах. Безопасность людей обеспечивают силами сотрудников ОВД, администрации муниципалитетов, добровольных народных дружин, частных охранных предприятий, представителей казачества. Глава региона Дмитрий Азаров ранее подчеркнул необходимость обеспечить дежурство медиков в местах массового пребывания людей на время крещенских купаний и акцентировал внимание на информировании жителей региона о соблюдении мир безопасности и рисках для здоровья, связанных с купанием в купелях, особенно для людей, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, повышенной температуры и кашель. Первый заместитель главы Самары Алексей Веселов провел установочное совещание по организации купеля для крещенских купаний на полевом спуске. Были проработаны вопросы оказания содействия Самарской епархии и механизмы взаимодействия всех оперативных служб, профильных городских департаментов и предприятий. МП, спецремстроя «Зеленхоз», Самарская набережная, Самар-Горсвет, благоустройство и ярмарки Самары. Готовность локации сегодня оценили на совместном выездном совещании. Подробности расскажет Галина Топилина. Теплые раздевалки, деревянные настилы, обеспечивающие безопасный подход к купеле, организация постоянного дежурства медиков, спасателей, народной дружины и полиции, а также задействованных городских служб. В Самаре все готово к массовым крещенским купаниям. Перед открытием купели готовность проверили представители профильных служб города. По словам замглавы руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова, для желающих искупаться созданы максимально безопасные и удобные условия. Для этого профильные предприятия и подрядчики были нацелены на работы по очистке от снега и наледи подъездных путей, подходов к площадке и самой территории. По подключению дополнительного уличного освещения, по установке металлических ограждений, аншлагов и по устройству непосредственно купели с определенными параметрами – монтажом деревянного настила, трапа. Помимо этого, в периметре площадки предусмотрели контейнерную зону, биотуалетные кабины возле парапета набережной. Рядом с прорубью оборудованы пункты обогрева и шесть теплых раздевалок. Все палатки, включая те, в которых будут находиться сотрудники оперативных служб, как обычно, оснащаются тепловыми пушками. Они идут с обогревом, насколько это возможно в такую погоду обогреть. Подготовлен чай для того, чтобы люди, если выходили из проруби, у них есть желание. Стоит рядом палаточка, которую сделала тоже наше муниципальное предприятие «Ярмак и Самара». И люди могут бесплатно, естественно, угоститься теплым горячим чаем. Купель тоже готова. Традиционно ее обрамляют сосны. Ранее, во время новогодних праздников, они использовались жителями для декора своих квартир. Часть сосен пока не утилизирована, и их разместили у купели. И в качестве украшения, и для защиты людей от ветра. Прорубь оборудована трапами-лестницами с двух сторон, на заход и выход. Глубинный водный насос приводит воду в движение, что обеспечивает ее незамерзание. В момент открытия купаний насос из воды извлекут. За состоянием настилов, обеспечивающих подход к купелям, сотрудники одного из муниципальных предприятий будут постоянно следить. Надо просто регулярно чистить. Почему? Потому что, когда человек окунается в воду, он, как вы знаете, выходит из воды, всегда с него стекает. Это на улице. Но для этого там будут представлены рабочие, которые будут убираться. Обеспечение безопасности в приоритете. Работу всех оперативных служб решено продлить. В периметре площадки они начали дежурство с 17.00 18 января 2024 года и далее будут нести вахту до 20.00 19 января 2024 года. Окунуться в ледяную воду в Крещенскую ночь для многих стало традицией. Люди верят, что вода обретает целебные свойства. Тем, кому не близка идея моржевания, есть и другие способы прикоснуться к святой воде. Православная церковь не утверждает, что омовение в проруби – обязательная часть праздника Крещения. По церковным канонам на первом месте – таинство причастия и посещение службы в храме. А необычными свойствами в эту ночь наполняется и вода в городском водопроводе, верят самарцы. Я знаю, что вода обретает какие-то волшебные свойства, поэтому пользуемся. Даже из крана она не тухнет, ничего с ней не происходит. Надо сохранять свои свойства, потому что именно в эту ночь вода кристаллизируется особенно. Если какая-то ситуация неприятная, например, можно ей умыться или обрызгать квартиру. Ну а тем, кто не отказывается от идеи купания в зимней Волге, следует помнить о мерах безопасности. Подходить к проруби в нескользкой обуви, перед погружением сделать разминку. Окунаться в воду только под присмотром спасателей. Находиться в воде не более одной минуты. Погружаться с головой в воду специалисты не рекомендуют. От крещенских купаний следует воздержаться людям, имеющим острые или хронические заболевания, а также тем, кто простужен или недавно выздоровел. Внимание жителей обращается и на то, что в несанкционированных местах, где проруби не оборудованы с учетом всех требований безопасности, купание запрещено. Чтобы предотвратить такие случаи, уже ведется патрулирование. Контроль осуществляется во взаимодействии с администрациями внутригородских районов. Все желающие смогут посетить купели при четырех храмах. Их адреса можно найти на официальном сайте городской администрации. Галина Топилина, Константин Головин, События. Восстановиться после инсульта, черепно-мозговой травмы, улучшить спортивные успехи. В областной больнице Середавина на средства НАЦПроекта здравоохранения закуплено уникальное оборудование. Оно позволяет разработать суставы, укрепить мышцы спины. Принципы работы изучили наши корреспонденты. Это кинезиотерапевтическая установка. Система позволяет проводить достаточно активные занятия с пациентом физическими упражнениями, исключая вес тела. Это нужно при разработке конечностей после перелома. Заниматься на этом тренажере также могут пациенты с черепно-мозговыми травмами и после эндопротезирования суставов, а также парализованные больны. К примеру, парализованный человек не может поднять ногу из-за ее веса. Благодаря этой системе ногу можно подвесить, и пациент сможет совершать минимальные движения. Она позволяет реализовывать различные реабилитационные методики, технологии. И позволяет заниматься пациентами с крайними дефицитами. Так и данные методики применяются в спорте высоких достижений. Здесь врач-реабилитолог не ограничен в возможностях, и эффект достигается буквально с первого занятия. Про крайний дефицит я имею в виду парализованных больных, которые перекованы к постели, которые не могут выполнять движения в связи как раз со своим дефицитом, но которые должны активироваться как можно раньше. Потому что чем раньше идет реабилитация, тем она эффективнее. Оборудование для больницы Середавина закуплено на средства нацпроекта здравоохранения. Это аппараты с биологической обратной связью, роботизированная механотерапия, кинезиотерапевтические установки, которые применяются в реабилитации пациентов с различными заболеваниями. Все аппараты российского производства, каждый рассчитан на определенный сустав. Специалист по реабилитации задает нужную амплитуду движения, которую в процессе тренировок постепенно расширяют. Мы можем четко дозировать и для пациентов, которые имеют выраженный двигательный дефицит, для пациентов, продвинутых в плане занятий физкультуром, спортом и так далее. То есть это достаточно широкий диапазон применения, который позволяет за счет разгрузки веса тела увеличивать объем движения и проработать те мышцы, которые, скажем так, в обычной ситуации, но достаточно сложно добиться их работы. Реабилитация пациентов начинается с первых дней их появления в стационаре. После выздоровления разрабатывается комплекс упражнений, которые можно выполнять дома. При параличе улучшение заметно уже после второго-третьего сеанса. Играет роль и психологическое воздействие на пациента, который видит перспективу. Спортсмены после семи десяти процедур могут существенно улучшить свои результаты. Виктория Шара и Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. Декабрь. В результате ведущих иностранных брендов по итогам года, помимо китайских марок, удалось удержаться Kia, Hyundai и Toyota. По мнению экспертов, при сохранении нынешних экономических условий традиционное оживление рынка начнется в весенние месяцы. Вылов водных биоресурсов в России в прошлом году превысил 5 миллионов тонн. Это лучший показатель за последние 30 лет, сообщает Росрыболовство. Обеспеченность рыбы превышает 150 процентов. Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил глав Минфина и Минсельхоза подумать над возможностью расширения мер поддержки отечественных поставщиков рыбной продукции. В Самарской области зафиксировали повышенную заболеваемость вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Превышение эпидпорога по ОРВИ составляет 148 процентов. Согласно лабораторным исследованиям, в данный момент на территории региона распространяются грипп А, парагрипп, аденовирусы, сезонные коронавирусы, COVID-19 и другие заболевания. В ведомстве советуют избегать общения с заболевшими, тщательно мыть руки, иметь при себе антибактериальные влажные салфетки или гель, чаще проводить влажную уборку и проветривание помещений. Наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация. Россияне в эти новогодние каникулы купили почти на 70% больше мандаринов, чем в празднике в предыдущем году. Эти фрукты стали лидерами среди покупок января. Средняя цена за килограмм варьировалась от 120 до 260 рублей. Это на 9% выше прошлогодних показателей. Вторыми в рейтинге стали ананасы. По сравнению с прошлым годом спрос на них вырос на 45%. В начале этого года за 600-800 граммов экзотического фрукта россияне платили в среднем до 227 рублей. Это на 11% больше, чем в прошлогодние каникулы. Замыкает тройку лидеров, подешевевший Киви. Его потребление выросло на 38%. В этом году самарцы смогут увидеть в регионе несколько астрономических явлений. Одним из самых интересных явлений считаются метеорные потоки или звездопады. Самыми яркими являются персеиды и гемениды, рассказывают астрономы. В Самарской области эти метеорные потоки можно будет наблюдать с 14 июля по 1 сентября и с 19 ноября по 24 декабря. 18 сентября утром произойдет частичное лунное затмение. В этом году также могут быть несколько полярных сияний, как и в прошлом году, когда самарцы наблюдали 5 аврор в регионе. Зимний рацион питания, подстилки из солумы и личные обогреватели. Холод и метель не помеха для обитателей Самарского зоопарка. Как переносят морозы любимцы посетителей, медведь-умка, лев-алтай и другие животные узнала Ксения Баканова. В Самарском зоопарке день начинается с уборки. Дмитрий Казандаев чистит вольер, где живет лев-алтай. Мужчина признается, совмещает полезное с приятным. Ведь содержать жилища животных в чистоте – это его прямая обязанность. А для зверей наблюдать за происходящим – лучшая забава. У меня всегда положительные эмоции, потому что я знаю, что животное радо тебя тоже видеть. Оно показывается своим видом, поэтому всегда бывает задерживайся, когда в них убираешься. У хищника настоящая квартира. Есть основная комната, где он обычно играет, и отдельный теплый тамбур. Внутри помещения – специальная обогревательная лампа. Так что для животного здесь созданы комфортные условия – настоящая Африка. Ну или почти, ведь температура внутри никогда не опускается ниже нуля. Ну, явно хочет дать комментарий. В дикой природе медведи уходят в спячку. В зоопарке – это редкость. Умка свеж, бодрый, весел, позирует перед камерой и общается с посетителями. А аппетиту Топтыгина можно только позавидовать. Сегодня у него поистине царский обед – хлеб, каша с курицей и яблоками. С наступлением холодов теплолюбивых животных переносят в ангар. Это касается птиц. Под одной крышей живут гуси, утки и лебеди. Зимой их рацион питания увеличивается. Если в теплое время года животные могут не проедать свою пищу, оставлять ее, то зимой они все съедают. И к зиме, естественно, у нас животные накапливают жирок. Это медведи, лисы. Да даже нутри, которые у нас тепло переезжают, они осенью, вот в этот период, едят больше и становятся толще. По словам сотрудников, зимой важно кормить животных теплой пищей. Согревают обитателей в уличных вольерах специальные подстилки. Обычно их изготавливают из соломы и опилок. А лисицы-огневки зимой утепляются сами. Именно в этот период животных можно увидеть во всей красе. Их согревает богатая шубка. Мех становится гуще и длиннее. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самарском спортивном комплексе «Орбита» завершился городской этап детско-юношеского всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба». В нем приняли участие игроки трех возрастных категорий. На заключительных матчах и церемонии награждения побывала съемочная группа событий. Игрок команды «Чайка-1» Денис Трушкин встал на коньки в 4 года и вот уже 10 лет занимается хоккеем. Рассказывает, что это настоящий мужской вид спорта, где много силовых и кардионагрузок. Денис стремится забивать много шайб, как и его кумир, легенда хоккея Александр Овечкин. Команда, в которой играет юный спортсмен, сегодня завоевала очередную победу, а сам Денис стал лучшим нападающим. Нам нельзя проигрывать, мы идем только вперед, к победе. Самое главное, нам победы нужны, голов побольше забивать и никаких поражений нам. В Самарском спортивном комплексе «Орбита» прошли завершающие матчи городского этапа всероссийского детско-юношеского турнира «Золотая шайба». Этот старейший спортивный турнир в стране основал знаменитый хоккеист Анатолий Тарасов еще в 1964 году. Если вы возьмете на сегодняшний день любую фамилию великого спортсмена, хоккеиста, то его начало вы найдете обязательно в «Золотой шайбе». Это не миновало Вячеслав Фетисов и Мальцев. Я могу сейчас час потратить, это все вышли через «Золотой шайбе». Собственно, и большинство куйбышевских, самарских спортсменов. У каждого человека, который болеет душой и телом за спорты, есть такая возможность. И, конечно же, у тех ребят, которые принимают участие в этих соревнованиях, они для этого и были созданы для того, чтобы отметить молодых спортсменов, талантовых спортсменов, и взять их, соответственно, уже в более такой усовершенственно тренировочный процесс для того, чтобы они стали в конечном итоге звездами спорта. В средней возрастной группе «Золотым призером» стала команда «Чайка-1», «Серебро» досталось «Чайке-2», «Бронза» команде «Медведи». В младшей возрастной группе «Золото» взяла «Чайка-1», «Серебро», «Ястребы», «Бронзу», «Меридиан». Победители турнира будут представлять команды на региональном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба». Светлана Кудрявцева, Максим Беспалов, Григорий Плешаков. События. Хоккеисты ЦСК ВВС на домашнем льду побеждают уже три игры подряд. Накануне они переиграли команду из верхней части турнирной таблицы ВХЛ. Баскетболисты Самары осложнили себе выход в полуфинал Кубка России, а теннисистки из Самарской области не смогут победить в личном разряде на открытом чемпионате Австралии. Подробности в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары осложнили себе задачу выйти в полуфинал Кубка России. В первом матче четвертьфинала против питерского «Зенита» они не смогли навязать борьбу оппонентам, в том числе и из-за кадровых проблем. Играя укороченным составом из-за травм и регламента турнира, за первые три четверти волжане смогли набрать лишь 26 очков, тогда как гости набрали больше только за вторую четверть. В концовке самарцы смогли сократить разницу и оставить себе мизерные шансы на проход в следующую стадию. Для этого нужно побеждать в ответной игре с разницей в 24 очка и больше. 47-70 – поражение Самары. Баскетболистки Самары провели выездной поединок в рамках премьер-лиги в Москве против МБА. После удачного старта самарчанки позволили соперницам выйти вперед и лидировать с преимуществом в 5-6 очков. После большого перерыва ситуация для гостей ухудшилась. За полторы минуты они уступили 0-11 и к заключительной четверти уже значительно уступали в счете. До финального свистка удалось немного исправить положение, но спастись не получилось. 73-87 – поражение Самары. Хоккеисты ЦСКА ВВС на домашнем льду в матче ВХЛ обыграли команду из зоны плей-офф. Самарцы справились с Торосом из Нефтекамска. Пропустив в самом начале встречи, летчики активно провели остаток периода. И за трехминутный отрезок дважды реализовали большинство, еще один раз отличившись в равных составах. После этого гости внесли изменения в состав и стали увеличивать давление на ворота самарцев. Один раз удалось забить, но большего хозяева не позволили. А в концовке летчики еще и поразили пустые ворота. 4-2 – победа ЦСКА ВВС. Волейболисты «Новы» навязали серьезную борьбу лидеру российской суперлиги. В Новосибирске волжане играли против местного локомотива. Команды подарили болельщикам настоящие эмоциональные качели. После стартового сета, который закончился разгромом от хозяев, новокубышевцы проявили характер и не давали соперникам оторваться в счете. Дело дошло до пятой партии, в которой фавориты уже показали классную игру и смогли продлить свою серию побед до 13 игр. 2-3 по партиям – поражение новой, которая продолжает находиться в зоне плей-офф в турнирной таблице. В женском личном разряде теннисного турнира «Австралиан Оупен» не осталось спортсменок из Самарской области. Накануне матч второго раунда проиграла Анастасия Павлюченкова. Она за 1 час 12 минут уступила испанке Паули Бадосе 2-6-3-6. Не смогла пробиться в третий раунд и Дарья Касаткина. Она проиграла Слоун Стивенс из США 6-4-3-6-3-6. Встреча продолжалась более двух часов. Поначалу уроженка Тольятти действовала активно, но постепенно отдала инициативу в матче. И если Дарья насовсем покидает турнир, то Анастасия Павлюченкова еще продолжает борьбу в парном разряде. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Стартовал набор волонтеров всероссийского голосования за объекты благоустройства. Голосование за общественные пространства, которые преобразятся во всех регионах России, проводятся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В организации и проведении голосования примут участие волонтеры, которые будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие в голосовании. Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе добро.рф. Напомним, продолжается отбор общественных пространств для онлайн-голосования за новые объекты благоустройства. Предложения принимаются до 17.00 22 января тремя способами – устно, по телефону и на сайте, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Телеграм-канал Красноглинского района рекомендует пять полезных пищевых привычек, которые стоит завести в новом году. Необходимо есть меньше соли, больше фруктов. В ежедневный рацион нужно добавить хотя бы один фрукт или овощ. Необходимо употреблять поменьше нездоровой еды, а вот жидкости употреблять больше. К любой еде советуют добавить йогурт, орехи, стакан молока, сыр. Расщепление белка занимает больше времени, чем углеводов, что замедляет выброс сахара в кровь, ускоряет обмен веществ и поможет поддержать нормальную массу тела. На следующей неделе в Самаре пройдет трехдневный лыжный фестиваль, информирует телеграм-канал железнодорожного района. 25 января, четверг, ночная гонка, дистанции 2,5 километра, 6 километров и 12 километров. 27 января, марафон, свободный стиль, дистанции 50, 30, 10 и 2,5 километра. А 28 января, марафон, классический стиль, дистанции 30, 10 и 2,5 километра. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС. В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!